Всем привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт очень простого супчика, который делается буквально, я не знаю, минут за 20 это максимум. И вдохновением для создания этого рецепта послужили разные азиатские супчики, которые я обожаю заказывать в разных японских ресторанах. И когда я смотрела в интернете рецепты разных азиатских именно правильных супов по типу мису суп или рамен, я поняла, что они готовятся очень сложно, там очень много компонентов, очень много всяких ингредиентов нужно покупать, которые в принципе не так легко доступны. И я подумала, что не может быть так, что такой суп, ну похожий по крайней мере вкус, чтобы его получить нужно так сильно и долго заморачиваться. Поэтому я придумала свой очень облегченный вариант. И конечно это совсем не то же самое, что и классический рецепт, но в то же время очень похоже и в то же время очень быстро. Для того, чтобы приготовить этот супчик, нам понадобится куриное филе, также нам понадобится 2 яйца, и кстати я сейчас ингредиенты показываю на 2 человека, чтобы порции хватило. Также рисовая лапша, здесь у меня ее совсем немножко, вы можете по своему вкусу взять побольше. И я нарезала кубиками вот такими еще сырок, это тоже не обязательно, но мне кажется, что это очень вкусно тоже в этом супе. И конечно же звездой нашего шоу будет соевый соус. Берем кастрюльку, в которой будем готовить наш бульон и куриное филе, и начинаем нарезать куриное филе. И я его нарезаю так, как в этих азиатских всех ресторанах принято, то есть вот так вот скошено, вот такими вот кусочками, чтобы это было удобно кушать потом в супе. Дальше заливаем это все водой на такую порцию филе, ну где-то приблизительно около литра нам нужно. И теперь отправляем это на плиту и варим обычный абсолютно бульон. И пока варится наш бульон, мы еще поставим тоже и сварим вкрутую наши яйца. Наш бульон как раз варится, и не забудьте в это время его немножко посолить, только не переборщите, потому что потом мы будем добавлять туда соевый соус, соевый соус уже соленый. Но для того, чтобы мясо не было пресным, все-таки лучше бульон тоже немножко подсолить. Бульон уже практически готов, и как раз самое время теперь отварить рисовую лапшу. У меня здесь закипает вода, и я ее буду сюда и отправлять. Рисовую лапшу совсем немножко нужно готовить, буквально пару минут, может 3-4 минуты ее поварить, и все, она будет готова. И после этого приступим к сборке самого супа. Лапша уже сварилась, вот я ее положила здесь в тарелочку, и теперь приступаем к сбору самого супчика. Для этого мне нужно будет взять немножко бульона своего куриного. Теперь для придания оттенка и вкуса добавляем соевый соус. Сразу немножко размешиваем, для того, чтобы цвет проявился. Следующим шагом пойдет наше яйцо. Разрезаем его на две части. И аккуратно кладем в тарелочку. И последний штрих, это несколько кусочков сыра. Ну а то и все, наш супчик полностью готов. Как видите, это действительно заняло совсем немножко времени, и в то же время это очень вкусно, поверьте. Попробуйте приготовить, я думаю, вам обязательно понравится. И, кстати, если будете готовить, не забывайте выкладывать в инстаграм с хэштегом ppbeautybenefits, мне будет безумно приятно посмотреть, что у вас получается. А на этом я буду с вами прощаться, увидимся в следующих моих видео. Пока! И дайте угадаю, если вы допустили какую-то ошибку в макияже, вам нужно что-то немножко убрать или исправить какую-то линию, вы, скорее всего, хватаете ватные палочки и ими начинаете это все дело поправлять. Хочу тоже немножко рассказать вам предыстории касаемо этой техники. На самом деле, как и достаточно много трендов в последнее время, эта техника пришла к нам от DIV Travesty Show.